Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Как правильно выбирать надоелку, чтобы она простояла хотя бы вот недельки-две, не осыпалась? Что нужно делать? Для того, чтобы выбрать ее правильно, надо выбрать... В первую очередь надо обратить внимание на ее комплект. То есть елочка должна быть симметричная, это если где-то в центре какого-то помещения. Если елочка будет стоять у стенки, то она может быть немножко однобокая. Тем самым можно сохранить, сэкономить площадь для ее, местоположение. Ее нужно во что-то устанавливать или просто на подставочку ставить? Есть подставки, многие устанавливают в какие-то емкости с песком и подливают воды. Это немножко продлевает жизнь елочке. Как узнать, как давно срубили елочку? Вот практически невозможно определить неопытному человеку. Просто надо верить продавцу. Ну, желательно брать елку у тех, у кого количество поменьше. Это 50-100 елок. Если у человека 700-800 елок, значит он ее заготавливал давно, соответственно, она срублена раньше. Какая елка больше стоит? Вот такая, я не знаю, елочка? Больше всего стоит пихта. Но пихта больше всего стоит. Сколько стоит елочки вот сейчас у нас предновогодние цены на елки? От 150 лей. Ну, то есть мы пенсионерам, ветеранам, многодетным, бездетным делаем скидки, конечно, но так варьирует цена от 150 лей и выше. И выше. Максимальная какая цена? Ну, по-разному. Пихта большая стоит 500 лей. А, вот эта пихта, да? Ага, ага. А ели голубые у нас в продаже тут есть? Есть и голубые. Ели вот там у товарища в самом верху. Сколько они стоят? Я вам не могу сказать, но могу сказать только одно, что это того не стоит. Да, все равно, чтобы бросить 1000 лей, чтобы бросить 150 после праздника. Я вообще пропагандирую покупать ель с корнем. То есть потом ее можно высадить во дворе, на участке, в парке, где-то там. А такая елочка, если ее посадить в грунт, она не даст корни? Нет, конечно, это же не ива. Сосна, да? Это елка или просто веточки? Это просто веточки. А сколько веточки стоят? Ну, веточки по-разному. Вы просто заранее пришли, я не сделал такие композиции. Я делаю такие букетики, продаю их по 25 лет. Очень красиво. Я совмещаю ель и сосну. Сосна не осыпается, а ель дает резкий аромат. Хорошего праздния этого настроения праздничного. Море, любви, океан денег в новом году. То есть это год собаки у нас, да? Да. Не кусаться в 2018. Все-таки придерживаются более такого человеческого отношения друг к другу. Дружелюбия. Хорошего правительства в нашей стране. Что еще? Я не знаю. А, ну так как я пропагандист трезвого образа, жизни меньше употреблять или вообще не употреблять. Вот. Короче, с Новым годом, Бельцик. Лучше пить сок виноградный, чем вино. Больше пользы будет. На севере Молдовы у нас нет этой группы такой, куда бы вы могли бы обратиться, чтобы хотя бы там тоже пропагандировали. Подобных групп у нас в Молдавии я не встречал. Ни групп, ни артистов, ни рэперов. Вот, допустим, если в России, там это очень развито. Там просто бомба. Там есть исполнители, всякие политики, которые вот это. У нас это, к сожалению, запущено до нуля. Единомышленников практически я не нахожу, то есть единицы. В Бельцах нет единомышленников, да? Я их еще не встретил. Просто-напросто. Где?